Всем привет! В эфире Этнографика и мы продолжаем цикл под названием Кавказские культы. Сегодня это у нас первое видео только для спонсоров доступно. Я предлагаю его послушать, посмотреть и обсудить в дальнейшем, в общем, по такому узкому нашему кругу. Сегодня поговорим об одном ритуале, у которого нет единого названия, потому что разные формы бывают. Я условно называл его ритуал очищения от болезней, землёй, огнём и деревом, поскольку разные такие вариации. В качестве предисловия. Летом 1926 года в ауле Джаракай на речке Фарс, это вот равнина Эдегея, произошло событие, которое попало в милицейский протокол и было там подробно описано, поэтому мы его довольно хорошо знаем. В тот год аульский Скоттпул поразило болезнь пироплазмоза, которая унесла более 60 голов и, чтобы избавиться от неё, жители решили провести специальный ритуал, который знали их предки ещё, ритуал очищения от болезней. За один день собрались 500 человек на берегу речки Фарс. Там они в земле вырыли длинный тоннель, в высоту 2 метра, в ширину 1,5 метра такой. И через него протянули надчажную цепь, которая вообще играет сакральную роль хранителя родового духа и охранителя от злых сил, как вы наверняка знаете, если этой темой куда-то интересовались. В центре тоннеля в проходе сделали небольшую такую канавку, туда посадили чёрную кошку, её накрыли корытом специальным для приготовления хлеба, хлебного теста точнее, и вот она там сидела в весь ритуал. Смысл этого в том, что чёрная кошка в данном случае играет роль представителя злых духов, вызывающих болезни и должна принять на себя эту болезнь. На выходе из туннеля участники зажгли по бокам два костра больших. Сделано это было при этом не просто так, а трением двух сухих ореховых палок поверх терновника. Это очень важный момент, поскольку он говорит о большой древности этого ритуала, этого обряда вообще, в котором сакральное значение имеет именно такой вот древний способ вызова огня трением дерева. И только считается, что вызванный таким трением огонь, он только имеет сакральную священную силу и это у многих народов мира на самом деле встречается. Таким образом этот огонь, вызванный таким способом, он имеет исцеляющую силу. Собранный скот в количестве 700 голов и здоровых и больных всех вместе прогоняют через этот тоннель и между двух огней на выходе. Таким образом достигался магический эффект исцеления от болезни, которую забирала кошка, от дальнейшего проявления этой болезни защищал уже этот священный исцеляющий огонь. Примечательно, что проводил ритуал мусульманский мулан Нух Меритуков, который стоял на верхушке тоннеля, на выходе в две костры и окроплял скот сверху священной водой, с конского хвоста так окроплял. То есть, здесь мы видим гибридную форму этих культов, когда как-то вот они вместе соединились понятия традиционной веры и ислама, что в общем-то присуще черкесам-адыгам во многих очень традиционных случаях. По окончании обряда кошку выпускают и с криками и стрельбой прогоняют по берегу, таким образом выгоняют злого духа, который уносит с собой болезнь. Собственно, этот эпизод со стрельбой и криками и вызвал внимание милиции, которая приехала и составила протокол о происходящем безобразии. Обряд этот был известен у черкесов-адыгов еще в 19 веке, еще до исхода в Кавказскую войну. Его описывал путешественник Васильков, который наблюдал, как он писал обряд изгнания скотской чумы у равнинных адыгов. На берегу реки также точно вырыли тоннель, в середине сделали небольшую яму, туда опустили кошку, перевязанную серебряной лентой, ее накрыли досками и присыпали немножко землей. Дальше над ямой, которую вырыли, разрыли костер таким же вот способом, то есть трением двух гнилых орехов. И после того, как костер разгорался, прогоняли через тоннель скот. То есть точно такая же ситуация. Нельзя сказать, что это обряд оригинальный, его можно встретить у разных народов мира, которые так или иначе связаны очень сильно хозяйством со скотоводством. Это и в древней Европе видно это, и у древних тюрок видно в Азии. Очень разные исторические периоды. Об этом хорошо писал Джеймс Фрейзер в книге, у него этот обряд тоже описан в разных формах, где он исследует магические культы разных народов мира. Это книга Золотая ветвь, рекомендую почитать. И примечательно, что вот прям такой же по форме обряд, как мы обсуждали совсем недавно, который проводился на речке Фарс, встречается в записках полководца Юлия Цезаря в первом веке, в его Гальской войне. То есть когда он воевал с галами во Франции, он наблюдал некоторые их обряды и в том числе описывает вот прям точно такой же по форме обряд исцеления скота через прогон его, через тоннель и два костра. У народов с общим хозяйственным как бы так типом, имеющим определенные общие признаки культуры, как, допустим, кельты и кавказцы, в далеком прошлом даже сохранялась эта форма обряда, похожая друг на друга. Долгое время в черкесском адекском обществе практиковались вообще очистительные обряды, исцелительные такие, связанные со здоровьем людей и скота. Ну, например, во времена эпидемии холеры или чумы окуривали дымом вещи людей и скот. Активно использовали такие различные камни разной формы, но с дыркой посередине. Называлось это мужоган. И через такой камень пропускали молоко скота, то есть доели корову и так, чтобы через эту дырочку в камне молоко проходило. Этот камень воспринимался как своего рода симпатическая связь, что-то вроде образа в имени животного, как органа. То есть, кругом прогоняя молоко через эту дырочку в камне, предполагали или мыслили так, что крепость камня передастся больному органу животного, то есть в имени. При этом этнограф Евгений Шиллинг еще в 1930-е годы отмечал, что особенно причинам морских адыгов-шапсугов бытует такое мышление, что такие предметы, они теряют свою какую-то магическую силу, если их перенести через реку. То есть река представляется какой-то границей, где действуют совершенно разные правила. То есть, если что-то приносит пользу на одной стороне реки, если перенести этот предмет на другую, то он может потерять эту силу или наоборот принести вред. То есть, меняется, реки как условно мира мертвых, мира живых, такой границы между двумя мирами с разными правилами. Похожий по содержанию ритуал, но уже по отношению к людям, проводился причерноморскими адыговыми шапсугами еще в 1970-е годы. Например, вот в ауле Хаджико такой ритуал проводили в связи с массовым заболеванием детей. Назывался этот ритуал Дейхлепсечек. И суть его сводилась к тому, что все жители аула, больные в первую очередь, ну и здоровые тоже, они должны пролезть через специальную яму, вырытую под корнем грецкого ореха. Таким образом, как бы, болезнь остается там, то есть орех принимает ее на себя. Культы с грецким орехом также проводились в аулах Тхагапш и Агуйшапсуг, в одном из которых даже корень от этого ореха был взят потом в экспедиции как раз с Евгением Шиллингом и увезен в Петербург в архивах, он там хранится. Ритуал остреления под грецким орехом, он встречается не только у черкесов-адыгов, такой же похожий ритуал наблюдался и у абхазов, и у армян в Нагором Карабахе. Грецкий орех и лещина вообще считались растениями, вот именно у адыгов-черкесов, с одной стороны, как бы священными и полезными, а с другой стороны, вредными, особенно для мужчин. Например, российский офицер черкесского адыгского происхождения, султан Крым-Гирей Иннатов подмечал, что грецкий орех и вовсе у адыгов служит символом смерти, как кипарис у турок. Но в отношении к грецкому ореху прослеживается вот эта типичная довольно ситуация сложно устроенного традиционного общества, в котором, допустим, деревья отдельного рода могли считаться полезными для какой-то семьи, для отдельного рода, но в то же время вредными для общества в целом. И наоборот. Тут все очень сильно зависело от рода и его отношения к тем или иным духам, божествам и деревьям, которые как бы покровители патрона этого рода конкретного, но не общества, допустим, не общины. Впрочем, лесной орех, если мы говорим о нем конкретно, был явно в почете у черноморских адыгов-шапсугов всегда. Потому что ничего негативного о нем не сообщается, но в то же время мы видим, как используются активно ядра фундука. Например, из них делают эти ореховые палки, которые мы и посидеть в традиционных свадьбах видим, жезлы джугвака и не только. На культовых мероприятиях, а в прошлом также их использовали для различных клятв и игр. Вообще, такое отношение к ореху положительно встречается только у черноморских адыгов-шапсугов и соседних абхазов. В равнине, как бы, это, в равнине, наверное, где там, это отношение исчезло, там стало негативным, но, как мы видим в этих обрядах, все-таки орех используется для розжига огня. Соответственно, скорее всего, это довольно позднее явление, когда он стал, по каким-то причинам, стал доминировать негативное отношение к ореху. Ну, на этом все. Предлагаю обсуждать. Не забывайте ставить лайки, подписываться, нажимать на колокольчик здесь, чтобы получать свежие уведомления о новых видео. Делитесь с друзьями, комментируйте. Не забывайте заказывать книгу «Танцы, горы и каштановый мед». Еще есть пока свободный тираж. И до новых встреч. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok